Это Audi Q7 за 73 тысячи евро. Я вообще не знал, что в природе такие существуют, но после недавних обзоров ее конкурентов, в которых мы вспоминали неадекватные цены на Q7, нам позвонили из представительства и пригласили посмотреть на акционные машины. Короче говоря, отказаться было невозможно, и мы пришли спросить, что почем. SQ7. Эта машина стоит 73. Можно догадаться об этом нечто? Тебе хочется сказать, что это не S-класс. Хрип это добавляется? Ну, а чего хотелось бы здесь, допустим, добавить еще? Холодильник. Короче, сегодня будет весело. И напомню, что это первый выпуск уже четвертого сезона самого популярного автомобильного шоу в стране «Что почем?». Мы приходим в автосалоны как обычный покупатель и узнаем об автомобилях абсолютно все. Мы задаем неудобные вопросы, которые задать обычно стесняетесь вы. Мы оцениваем работу менеджеров и награждаем лучших в конце каждого сезона. Итак, сегодня мы на Днепровской набережной, и это аудиоцентр «Киев-Ю». Саша, привет! Привет! С Александром мы уже знакомы. И для тех, кто не смотрел наш суперобзор «Ауди А5», я уточню, что Александр не менеджер, а он отвечает за тот беспредел, который вы слышите иногда от менеджеров «Ауди» по всей стране. Да, и вводится такой грешок за мной есть. И это уже второй выпуск, в котором Саша решил нам рассказать про машину все. И это шанс для вас узнать те нюансы, те подробности, которые вы вряд ли где-то услышите по автосалонам. Поэтому сегодня обязательно задайте все интересующие вас вопросы. Мы уже повесили в Инстаграме и в YouTube фотографию с призывом их задавать. Подписывайтесь и принимайте в этом участие. Итак, сегодня у нас тут ждет нас что? 9 автомобилей в салоне. Это показательные выступления к нашему приезду. Да, специально, наверное, готовить. Нет, не любите. 9 машин. В принципе, отображает то, что интересно клиенту в первую очередь. Это в связи с акцией или это так всегда? Или это срез аудитории «Ауди»? Вот это последнее, срез аудитории «Ауди». Потому что, в принципе, срез рынка. Потому что сувы у нас популярны, сувы интересны. Ну и, наверное, в преддверии того, что здесь в этом, как сказать, беспорядке, будет порядок еще в ряде новых сувов к концу этого года. Да, это ты намекаешь на Q8, да? Я не то, что намекаю, я сразу говорю. Это Q8, да. Да, но, кстати, для тех, кто ждет Q8 и не собирается из этого покупать Q7, можем что сказать? Два разных автомобиля, по сути. Ладно, сейчас это обсудим. Итак, у нас сегодня будут машины от самой бубновой за 73. И мы сейчас посмотрим, насколько она вообще бубновая. До эксклюзивной за 115. В принципе, сейчас заглянем, наверное, практически в каждую. Саш, под какую мелодию всю эту армию поставим под дизайн? Вот у меня сегодня был такой дилемм. Потому что Q7 всегда такой микс разных вещей. Это явно Skrillex. И у них в этом году композиция новая, One Life есть. Очень такая хорошая комбинация некомбинируемых вещей, которая, в принципе, есть в Q7. И вот маленький сюрприз для вас. SQ7. Сегодня о ней тоже поговорим. Это 4-х литровый V8. Да. 435 лошадей. Местный пока в мире двигатель с электротурбиной. А что это нам должно говорить? Это крутящий момент, как у паровоза, в электродвигателе абсолютно с нулей, с тысячи оборотов. Вот я принесу прайсик, показатель. 143 тысячи евро на сегодняшний день. Но давайте все-таки вернемся к нашим мирским машинам. Сколько таких уже по Украине ездит? У SQ7 сейчас очень активно пользуются спросом. Думаю, что где-то около 80-й под сотню. По Украине SQ7? Да. Это заказано или уже ездит? Это ездящий автомобиль. Жесть. Да, потому что надо отдать должность. Сейчас автомобиль предлагается только в трех странах. Это Украина, это Новая Зеландия и Австралия. Потому что у остальных, наверное, запретили этот дизельный мотор. Нет, его не запретили. Он проходит сертификацию по нормам уже в ЛТП стандартов. Соответственно, у нас немножко они попроще. Это Евро-6ЗД, но он действующий для Украины. Саша, интересующий всех вопрос. Когда у нас SQ7 и Q7 придут дизельгейтные по 30 тысяч евро? Вот здесь я опять растую никогда. Потому что фактически сейчас на дизельный Q7 уже готов абсолютно новый двигатель, который омалогирован, прошел сертификацию стандартизатора трехлитровый дизельный. Он мощнее текущего и соответствует абсолютно всем нормам. А мощность какая будет? 284 силы. Хорошо, но они же не могут выбросить старые моторы? Они же могут их сплавить нам? Так, в принципе, стран, которые используют Евро-6, довольно-таки много на данный момент. Кроме нас? Кроме нас, совершенно верно. А есть еще страны, в которых есть Евро-5, в которых есть Евро-4. А двигатель 3 литра в генерации 2 имеет очень широкое предложение в плане экологических норм. Так, хорошо. Значит, вернемся к теории. Машина 2015 года продается у нас уже будет третий год, да? Ну, скажем так, лонж модели. Да, в 2015 году продается уже, да, третий год, четвертый год. Рестайлинга пока что не было. В следующем году, может быть, что-то будет? Могу лайфхак такой сказать. В принципе, цикл жизни автомобиля в среднем где-то 8 лет. Вот рестайл – это так, середина жизни автомобиля. Ну, ты намекаешь, что еще год как раз будет? Ну, где-то да. Хорошо. Значит, были Q7 у нас 2-литровые дизельные? Нет, 2-литровых дизельных не было, был 2 литра бензин. А, подожди. Вот те, которые первое время по 60 тысяч продавались, было такое? Это было специальное предложение на 2 литра бензин. Их очень было мало. И, в принципе, клиентам, откровенно говоря, в таком автомобиле, вы видите, 2 литра, было немножко так скептически, к нему холодно отнеслись. А привод там был полный? Полный, постоянный полный привод, квадро на всех автомобилях. Ну, объективно, тогда вот эти машины, по крайней мере, их немного продали, но ценник, который на какое-то время все запомнили, чуть-чуть ушатал имидж Q7. И какое-то время на нее смотрели так. Но Audi 2 года занимались тем, что поднимали имидж, продавая машины уже где-то от 100 тысяч. Ну, тут нюанс какой. 2 литра все-таки попадает немножко в другую акцизную группу, а флагман продаж Q7 был, есть и будет. На моей памяти в этом кузове это 3 литра дизель. Итак, значит, у нас сегодня 3 литра дизель, бензиновых машин вообще нет? Сейчас по спецпредложению, на утро была одна машина у нас бензиновая от 330 силы. Приводы только полные? Полные только полные. Бывает вообще? Моноприводный Q7 вообще в природе нет. В природе не существует? Нету, постоянный полный привод на базе механического дифференциала самоблока. 40, базовое оснащение 40-60 распределение. Механический дифференциал, важно, он остается? Центральный, механический, самоблокируемый, в отличие от компонентов. Слушай, скажи мне вот уже, как это, профессиональное мнение, в Тороге новом все-таки муфта или все-таки торсен? Ну, не то, не то, потому что торсена в ВАГе уже нету как бы так лет. Ну, формально. Механика или муфта? Механика. Все-таки механика. Потому что комбинировать, в принципе, на большом двигателе на данный момент с чем-либо, технически, ну, опасно для клиентов, скажем так. Опасно для гарантийщиков, я бы сказал, тоже. Ну, гарантийщиков галочку поставил, да, да, нет, нет, это их работа. Слушай, а как тогда вообще вот Q7 собирается конкурировать с X5, который пробил дно моноприводной машиной с двухлитровым двигателем? Ну, давайте так, этой машины уже, как бы, априори не будет, и выход новой модели, вот, которая анонсирована, по-моему, даже 2.5 двигателя нет в гамме. Но, с другой стороны, тут я, наверное, поправлюсь, Q7 такой симбиоз автомобиля, который не сильно попадает, уже выходит за рамки C-класса, то есть не является, как бы, априори по габаритам прямым конкурентом GLE. Ты сказал C-класса? Ты просто напугал аудиторию, которые сразу Golf представили себе? Нет, ну, европейский C-сув-класс, так называемый. Ну, да, то есть она, по сути, же 7-местная, выскакивает. Она изначально, как бы, идея автомобиля 7-местная, и она очень близко по габаритам идет к GLS, но является таким междуклассным представлением между C и D-классом, соответственно, уже и не там, но еще и не там. То есть габаритная, она очень большой, крупный автомобиль, это факт. Так, 7-ступенчатый, 8-ступенчатый тип Tronic ZF, хотел сказать. Совершенно верно. Чуть-чуть не забыл. Давай поговорим об акции. В чем она заключается? Я вижу, опять же, возьмем еще один прайсик. Да, большой кубик. У нас тут было 81, стало 73, это минус 8 тысяч, да, приблизительно? Да, минус 8 тысяч, в районе 12% скидка на данный автомобиль. Почему? Не воруд? Давайте так, по поводу скидки, да, по поводу акции специального предложения. Есть автомобили 17-го года, их очень мало, и там предложение в районе 15% на автомобиль. Автомобили 18-го года, реально 18-го выпуска года, предложение составляет 10-12%, зависит от того, кто пришел. Сколько штук осталось 17-го? Вот на утро было в районе десятка машин. А там комплектации мощные? Есть разные. То есть сказать, какая... Хорошо, ты рынся в базе, сейчас самая доступная какая машина? Самая доступная машина на утро была 63 евро. Это вообще-вообще-вообще? Ну, я бы не сказал, что вообще, это автомобиль, в принципе, с ксеноном, с искусственной, комбинацией искусственных натуральных, на легкосплавных 18-х дисках, без пневмы. Так, а за 73 у нас что, с пневмой? Она с пневмой. Так, хорошо, распродажа, значит, вот эта машина 18-го года? Это 18-й год. Почему скидка? Почему скидка? Ну, объективно, ситуация на рынке, давят конкуренты, естественно, шатают рынок. Ну, и с другой стороны, мы ожидаем выхода новых двигателей, новых моделей. И сам сезон, хотелось бы подстегнуть интерес клиентов, чтобы не забывали о том, что у нас тоже что-то есть. Слушай, а кто шатает из конкурентов? То есть, знаешь, как в разных классах по-разному, в каких-то классах Audi шатает, ушатало C-сегмент в край? В этом году, Паш, ну, тут такая ситуация, что я бы, наверное, сказал, что не просто конкуренты шатают, шатает выход новых продуктов. Потому что вот GLE должен быть свежий в конце года, X5 абсолютно свежая модель. У нас новые выходят, Q8, с новыми предложениями, тоже является, ну, не конкурентом, но тоже новым продуктом. И интерес не хотелось бы терять? Короче говоря, на сегодняшнем жизненном этапе этой модели будем считать, что это ее адекватная цена. Она всегда была адекватная, просто это очень адекватная цена. Не, ну слушай, 120 тысяч евро это было очень борзо. Ну, смотря, с чем сравнивать. Потому что 120 тысяч евро... Ну, это было больше, чем GLS. Больше, чем GLS, но и больше нюансов, чем GLS. Ты про управляемую заднюю ось? И управляемую заднюю ось, и куча пакетов ассистента. Потому что 120 тысяч, это объективно уже очень много вещей, которых нет даже в GLS. Ну, я тебе скажу, когда я подбирал машину, заходил в салоны много раз, и у меня всегда не получалось меньше 90. Хотя я не балованный, никаких там дерева, я даже не хотел себе электронную панель. Но все равно меньше 90 евро не получилось. Вопрос, опять же, комбинации вещей и пакетов. Потому что, к примеру, есть некоторые вещи, вот на этом автомобиле, такой маленький пример. Стоит внутренний пакет S-Line, который априори тянет за собой пневмоподвеску. И там уже немножко другое ценовое предложение. То есть я просто попал не к опытному менеджеру? Оооо, значит кому-то будет выговор от меня. Так, хорошо. Говорим об этой машине. Она стоит 73 тысячи евро. Совершенно верно. В баксах у нас на сегодня это сколько? Где-то уже 87. 86-87, потому что курсом скачет 27. Это все равно как бы не слишком дешево по рынку, но давай посмотрим, что за машина. Доводчики. Есть доводчики, должны быть чуть-чуть сильнее. Есть доводчики. Есть доводчики, 20-е электроспалные диски. 20-е немного для меня, слушай. Вот этот вариант 20-х самый оптимал. И по управляемости, и по комфорту, и по всем-всем-всем вещам. Ну, понимаешь, диски 20-е красивые, но придется же выбирать зимнюю резину. Сейчас давай, кстати, Ярик, дашь мне телефончик? Посмотрим, сколько она нам обойдется. Как всегда, воспользуемся сайтом Е-каталог. Здесь удобный подбор и лучшие цены от интернет-магазинов. Забьем наши параметры. Нас интересуют зимние нешипованные шины. 20-й диаметр. 285 на 45. Всего 6 моделей нам предлагает сайт. То есть, мягко говоря, непопулярный формат резины. Но, тем не менее, если отсортировать модели по цене, на первом месте какой-то 3X. Честно говоря, я не знаю, что это и не стоит рисковать. А вот Toyo Snowprox уже неплохо. 46 предложений от разных магазинов. Это говорит о том, что шина не залежавшаяся. Это не остатки. Всегда сможете подобрать замену одному пробитому колесу. И по Киеву лучший вариант цены это 5145. Отсюда же можно сразу же позвонить. Можно посмотреть отзывы именно об этом магазине. А также почитать отзывы реальных владельцев об этой шине прямо на Е-каталоге. Если интересно, ссылку на подбор я оставлю в описании к этому видео. Так что скажешь, 20 дюймов это вообще нормальная? В принципе, вот этот самый ходовой радиус, который есть, потому что Q7 принимает на борт 21 диск. Как опция есть 22 диск. И в принципе, вот в этом варианте оно и смотрится, и выглядит, и едет абсолютно адекватно. Ну да, за счет ширины профиль тут на самом деле маленький. Профиль тут должен быть 50-й. Да, яшка. 20-й диск. Лед фары. Лед фары это не самый топ, это не матричный. Это просто лед фары, это не матричный, это среднее предложение. Пакетный салон Eslime внутри. Соответственно, спортивное сидение с электроприводом. Ну, я бы себе, кстати, вот такие выбрал. Мне вот эти все матричные пока что еще не убедили. Мультипи, матрица, вот это все. Ну, просто оно еще слишком по переоценивающее. Я скептически к таким высказам отношусь. Все-таки это вещь, которая позволяет ехать постоянно с дальним светом фар. А здесь вообще адаптивный? Здесь адаптивный свет фар. Есть базовая функция и плюс управление переключением ближнего и дальнего светом. То есть адаптация здесь типа вкл выпил, да? А с удовольствием встречу выключила? Не, просто выключила. Сначала немножко подопускается сам пучок, а потом уже тушится полностью переход на ближний свет фар. Ты имеешь в виду, что будет все равно чуть-чуть плымать, да? В свече ничего плымать не будет. Нет, я имею в виду освещение. Освещение будет меняться, будет четкая граница дальнего и ближнего света фара. А с матрицами будет только вырезать? Совершенно верно. И в том же сейчас матрица уже есть чуть-чуть более высокого уровня, и там вырезают более другое. Здесь даже наружные слаймы? Нет, это внутренние слаймы. И все равно шильдик? Шильдик всегда есть снаружи, что внутренне, что наружно. Так, смотрим, что у вас полный, да, у вас? Нет, не полный киллес, только у запуска автомобиля без ключевой, открывание с ключа. Сзади все как обычно, диодные. Кстати, не диодные вообще бывают? Нет, только диодные фонари. Разница только в том, что авторобиль с ксеноном не имеет анимации при поворотах сзади. Здесь, а ну, я сейчас посмотрю, как они будут. Это LED фары, здесь должна быть анимация сзади. Есть там анимация? Да. Это вот за доплату? Только в составе передних LED фонарей. Слава, хорошо. Одним глазом пока что в салон? Салон кожи Аркантара, спортивное сидение с электрорегулировкой. Только прицениться. Сейчас мы еще отдельно внутри поговорим. Перфорация. С-лайн это сидение, да? Сидение, руль и ручка приключения КПП. Так, ну, внутри очень нарядно. Но это еще не предел. Слушай, с движком, с дизельным, она в такой же форсировке появлялась в 2015 году? Нет, двигатель был меньшей мощности, стартовал с 252, потом постепенно мощность увеличилась, переходила на новый стандарт. Соответственно, мы доехали уже до 270, и этот двигатель тоже уже уходит потихоньку в небытие, потому что 284 это следующее поколение этого двигателя. Но, в принципе, это тот же блок цилиндров, который вот V6, аудяшный. Ну, фактически блок цилиндров, который вот растет уже ему лет летой памяти порядка 15, с усовершенствованиями, живет да здравствует. Снять мы сейчас это не можем. Не сильно получится, потому что здесь встроен еще и воздушный фильтр, в саму крошку. Так, хорошо. Здесь получается 270. Да. Динамика? 272. Динамика, как всегда, 61 до сотки. 6,1. С момента рывка до сотки. Ну, Паш, давайте, опять же, если копнуть глубоко, автомобиль фактически самый легкий в классе. С дизелем он весит 2, меньше 200, 275, 2 тонны 75 килограмм. Ну, в классе-то ты уже заряжаешь ГЛС или с тем же ТОРы? Давайте GLE, GLE, вес GLE на 280. С 280, с каким двигателем? С дизелем. С дизелем, но там же с 350, он даже чуть-чуть тяжелее. ТОРык тяжелее от этого автомобиля тоже на 150 килограмм. Это первое. Это прошлый ТОРык? Текущий. Даже текущий? Потому что этот автомобиль, если взять его, копнуть глубоко, он практически весь алюминиевый. То есть пол, задняя часть, то есть средняя стойки, он полностью-полностью алюминиевый. Наружные панели кузова автомобиля, он полностью сделан с алюминием, является самым легким классом. Вот это тоже алюминий, да? Конечно. А что с ремонтом сейчас вообще алюминиевый? В принципе, ну... Ходят же слухи, знаешь, что неделю не починишь. В официальной дилерской сети даже в этом году у нас есть сертификационные большие курсы, когда приезжают специальные механики, едут на завод, проводят там порядка полутора недель подготовки сертификации для получения доступа к работе с алюминием. Если деталь ремонтопригодна, она ремонтируется. Если деталь заменяется, она меняется. Оборудование специальное надо? Естественно, специальное оборудование, которое есть на сервисе, плюс, естественно, гарантия на все работы. То есть на всех сервисах уже есть? Совершенно верно. Все сервисы, которые в Украине обслуживают кузовные работы по Audi, должны соответствовать этому, потому что алюминия у нас очень-очень много. Сколько реально получается расход по городу? Расход по городу из того, что у меня было, это порядка 9,5, абсолютно легко. Если немножко постараться, легко уложиться. Резво ездишь? Ну так, нормально. Напомним, что для заправки тестовых машин в Киеве мы выбрали сеть АЗС Украфта, реализующую литовское топливо Орлен. Благодаря этому мы объективно можем сравнивать расходы динамику разных моделей, зная, что в баке топливо стабильного качества. Так, ну я думаю, что бабушки, в отличие от Америки, у нас на этих машинах не ездят. Ну, девушки ездят. Самое интересное, многие клиенты очень удивляются расходу, потому что в среднем те, кто активно ездит, особенно на дальнее расстояние, используют адаптивный круиз в составе с навигацией. Там есть определенные интересные вещи, легко укладывают автомобиль в 7-7,5 по нашим дорогам. Ты имеешь в виду адаптивный круиз, который заранее что-то предвидит? Адаптивный круиз, который включает навигацию, идут две опции вместе, они позволяют учитывать следующие спуски перед автомобилем, соответственно, включать раньше нейтральную передачу, поддерживать этим образом баланс нагрузки на двигатель на минимальном уровне. Скажи, а это появилось вот с 15-го года или позже? Наверное, это появилось именно на впервые, на Q7. Сейчас это как золотой стандарт для всех автомобилей у нас. Слушай, гарантия у нас по-прежнему два года есть? На автомобилях надо смотреть, потому что это как опция, заказывают автомобили наши дилеры и могут иметь в автомобиле 4 года гарантии расширения. То есть это отдельная опция, на некоторых автомобилях она может быть, на некоторых может не быть. Подожди, а вот смотри, 73, я могу уже покупая добавить сюда два года? У нас сейчас это обсуждается, в принципе, опция должна быть у дилера, как все зависит от предприятия. Сколько стоит на Q7? Мне тяжело сказать, потому что ценообразование на данный момент на эту опцию еще не сформировано в этом году. Ну, приблизительно это сколько там, 500, 1000, 200? В районе где-то 1000, 1100. Это за каждый год или это за плюс? Это просто дополнительная расширенная гарантия. По-моему, оправданная. В принципе, как вариант, почему бы и нет. Особенно для тех, кто активно использует автомобиль. Саша, скажи, пожалуйста, есть какие-то болячки, которые... Вот, скажем, я предвижу комментарии к видео, в которых будут рассказывать о том, что первое время неадекватно себя вела коробка, что что-то вылетало-залетало. Что из этого исправлено было за три года? Из вещей, которые, в принципе, были нарекания там и на форумах можно встретить. Первое, это были все-таки виртуал-кокпит, некоторые нюансы по программному обеспечению. Выключалось? Он либо включался, либо выключался. Опять же, это программное решение, которое было решено в Украине. По двигателям особых замечаний как бы не было встречено. Единственный, конечно, нюанс был, это то, что первые автомобили приехали без системы впрыска мочевины. Объективно они были еще. Евро-5, сейчас мы используем. Так разве на это кто-то жаловался? А клиент так обращает внимание. Все-таки необходимо дополнительно, как бы, не то что вливание денег, это порядка 300 гривен на 10 тысяч километров. Нет, я имею в виду, не было вообще системы этой? Не было вообще. Автомобили были еще стандарта Евро-5. Так это же хорошо для покупателей, которые не заботятся об этом. Но двигатель был менее мощный. А, ну да. Тут как бы баланс, потому что все-таки мы на данный момент пользуемся абсолютно европейским автомобилем в том, как он ездит здесь. По коробке, все-таки восьмиступенчатая коробка у нас не первый год живет на рынке, давным-давно знакома. Единственное, что компоновка немножко другая для Q7 по сравнению с предшественником. И рывки, ну, честно говоря, впервые я слышу, да, но обычно это адаптация решала этот вопрос. То есть сейчас должно быть все ровнее. Здесь пневматика стоит за 73? Совершенно верно. Здесь стоит пневмоподвеска на всех четырех стойках, позволяет регулировать и клиренс автомобиля и удерживать его на одном уровне. Плюс приседать автомобиль при загрузке. Я предположу, я думаю, не ошибусь, насколько я помню тест, пневматика здесь все-таки для понижения клиренса и для того, чтобы сделать подвеску жестче на трассе. Немножко не так. Если сравнить железную подвеску, классическую железную, базовый клиренс унес 210 мм и фиксированный, и все. Эта подвеска у нас имеет базовую в зависимости дисков 185-190, поднимается до 250, это максимальный подъем подвески в режиме оффроуд, либо на трассе опускается до 160 на больших скоростях. Но я к чему? Смотри, пневматика может, если не касаться оффроуд возможностей, она либо ставится на машину, которая очень мягкая, чтобы ее сделать более жесткой, или наоборот бывает? Ну, пневматика. Пневматика состоит вот здесь вот конкретно. У нас имеют две составляющие. Это пневматические пружины, которые отвечают за стабилизацию кузова, то есть крены, клиренс. Отдельно за жесткость отвечают амортизаторы, которые в первую очередь имеют базовую настройку, идентичный автомобилю с пружиной подвески. Это режим авто, так называемый. Если хочется там чуть-чуть пожестче, пожалуйста, есть режим динамик, который, кроме того прочего, немножко опускает автомобиль и, естественно, делает амортизаторы немногим более жесткими. То есть это делает не пневматика, а амортизатор? Именно, потому что в вариации вот такой вот пневмоподвески, которая включает в себя активный амортизатор и отдельный баллон, как бы две составляющие в одной, регулируются две разные вещи по-другому. То есть пневматика клиренс регулируется? Совершенно верно. Ваш, я понимаю, почему вопрос, потому что у Мерседеса как бы все решено в одном. За счет работы пневмобаллонов решается вопрос и жесткости, и клиренса автомобиля. Это айрматик, у них другая логика, другой принцип работы. То есть здесь пневматика отвечает за ровное положение кузова и клиренса? Совершенно верно, да. То есть получается, если у меня, к примеру, Ярослав сидит справа, который весит 120, а за рулем... Я съезжу 120. Ну, слушай, одетый. А Серега, который весит 65, сядет за руль, то машина подровняется? Естественно. Отлично. Так, пневматика закрытого, открытого типа? Она всегда закрытая. Скажи, пожалуйста, ты же помнишь, да, у меня на Туареге пневма терпела очень долго и перетерпела 150 тысяч. Я нашел владельца Туарега, который 330 тысяч проехал на пневматике и ничего не делал. Здесь та же фирма? Схема, компрессор, схемотехника и принцип заложен один и тот же. Это все-таки компрессор ВАПКО, так называемой системы. Установлен, мало того, он установлен в защищенной зоне с отдельным закрытым резервуаром, с осушителями и в принципе каких-либо там замечаний именно на этих тумберах. Ну, производитель пневматики тот же? Аналогичный. То есть те же были? То есть тогда это очень хорошо? Схема, схема в отличие от Туарега. У Туарега было несколько чугунных, в кавычках, деталей в приводе, но извините, и вес предыдущего автомобиля был 2500. Приводили в подвески? Ой, в подвески, извиняюсь. Но и вес автомобиля был немногим выше. То есть здесь сейчас алюминий. Везде алюминий, абсолютно. У меня к вам одна просьба. Если нравятся наши обзоры, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые сюжеты. Жмем кнопку подписаться прямо под этим видео, а затем на колокольчик рядом с ней. Мы публикуем обзор, вам приходит сообщение. Спасибо и приятного просмотра. Есть? Есть. Обязательно. Эта опция, в принципе, она не особо дорогая. Слушай, ну получается, эта Q7 дешевле, чем когда-то я отдал за Туарех. Что интересно. На сегодняшний день. Возможно. Ну и рынок немножко другой. Многое что-то поменялось. Туарех стоил 89. Это стоит 87. У меня не было, кстати, крышки. И не было многого, наверное, что здесь будет внутри. Но сейчас поговорим. Очень большая высота погрузочная. Ну, пневмоподвеска решает эти вопросы. В принципе, автомобиль позволяет опуститься. У нас, надеюсь, закрыты все двери. Здесь заведено, да? Да. Соответственно, задняя часть автомобиля приседает на 56 миллиметров, позволяет погрузиться. Можно все это выбросить и сделать больше багажного? Можно все выбросить. Единственные, опять же, нюансы – это сабвуфер. Это сабвуфер? Это сабвуфер. У нас за 73 что там стоит? Болз? У нас, по-моему, здесь стоит просто ауди саунд. И она с сабвуфером? Так, сейчас это Ярослав нам еще оценит. Ненавижу просто эту докатку. Ну, тут нюанс, как бы, либо мы имеем дополнительное пространство, либо укладываем здесь большое-большое колесо. Знаешь, я был готов уже докупить себе полноценную какую-то докатку, потому что два раза накачиваешь, с третьего раза она разбортируется невозможными стандартными методами. Пока еще это переплюнуть было тяжело. Вопрос возникал и не единожды. Почему не положить там, допустим, докатку? Проблема докатки, все-таки узкой докатки, это нагрузка, которая позволяет выдержать. Она выдерживает все-таки малые. Ну да, на это я гонял 170, нормально. Ну, я бы не советовал так рисковать в будущем. Так, ну, все то же самое. Ничего не должно здесь кряхтить, трещать. Нет, полностью уплотнение, при том двойное уплотнение по кузову. Плотная полка. Плотная полка, притом облегченный специальный пористый пластик внутри. Вес там самой полки, порядка трех килограммов, защелки и плюс специальная отделка, которая аналогична, как и салонная. Вот, единственное, слушай, а это же не семиместная? Это не семиместная. Что вообще с семиместными? Заходили они? Нет, семиместная есть опция, есть дополнительный ряд сидений в автомобиле, но это очень-очень редко. Сколько она стала? Сама опция в районе, по-моему, 1200 евро. То есть, но не брали? Это опция дополнительный ряд сидений в автомобиле, и кто хотел себе большой автомобиль, семиместный брали, но таких автомобилей было крайне мало, я, наверное, считаю, не более десятка. Ну, то есть, багажник был бы точно такой же, единственное, чтобы не было бы докатывания вообще? Совершенно верно, да. Хорошо. Так, отсюда мы можем сложить кресло? Нет. Нельзя, да? То есть, надо в салон идти? Да, все-таки, потому что дотянуться, почему такая вещь, ну, тянуться немножко далеко. Саша, этот Эбершпрехер, Вебаста, что-то есть? Как опция есть дополнительный подогреватель, который позволяет обогреть салон автомобиля. Не двигатель. Не двигатель. Можно на пульте, в смысле, дистанционно управлять? Отдельно идет дополнительный ключ к автомобилю, которому указывается время отъезда на автомобиле. То есть, грубо говоря, до времени, когда надо будет отъехать, автомобиль будет... А с окна, с трещины, с десятого этажа можно пик включить? Смотря, если на борщеволке будет автомобиль, вряд ли. А если на трещину? Ну, радиус действия в районе 300 метров. Ну, то есть, дистанционно ты можешь включить? Да, только обогрев. Но, опять же, масса-масса-масса нюансов. Можно запрограммировать непосредственно автомобиль, как бы поставить график там и тоже... А почему не догревают мотор? Объективно, опять же, система термоменеджмента, которая очень быстро загревает мотор. Потому что, впервые, ну, когда запускается двигатель, начинает циркулировать охлажающая жидкость в самой горячей точке. Это выхлопная система и головка блока цилиндра. А потом уже блок цилиндров и так далее, и тому подобное. Разогрев происходит очень-очень быстро. То есть, нет смысла? А сам холодный пуск? Ну, холодный пуск, новые масла, абсолютно новые технологии, которые сейчас используются. Многие схемтики говорят, это плохо и так далее, и тому подобное. Но системы управления не позволяют далеко забежать так, чтобы сделать очень-очень плохо всему этому. Плюс экология, естественно. Так, а теперь вопрос от чувачков из комментариев, которые любят понты, которые оценивают машины внешне. Эта машина стоит 73. Можно догадаться об этом внешне? Нет. Нельзя. Хорошо. Вот эта вот, сколько она стоит? 104. 104, да? 116 стоило? Это 2017 года, значит, такая большая статика? Это 2018 год. То есть, фактически, скидка 12 тысяч евро. Что здесь у нас принципиально? Адаптивный круиз, матричные фары. Я имею только пока внешне. Это матрица, да? Да, это матричные фары. Это то, что внешне. То есть, отличается вот по трем этим диодам. Да, обычный автомобиль с обычным LED-ом. Там просто две... Все те же 20-е диски. 20-е диски. Нет внешнего черного пакета. Ну и фактически по внешности все. Другой цвет. Так, вот машина тоже за 104 тысячи евро. Прикольный цвет. Ну, 104 тысячи евро здесь включает в себя больше. Почему? Общение салона, все-таки эксклюзивная отделка внутри салона. Что это? В чем суть вот этой штуки? Специальная пропозиция. Чем она отличается, акция? То есть, тут на это больше скидка? Нет, такая же скидка. Просто сумма автомобиля все-таки дороже. Базовая цена 115. И, соответственно, минус 12%. Вот чуть-чуть больше сумма скидки. Так, ну здесь я вижу вот формированные элементы. Это базовое оснащение. Здесь нет адаптивного круиз-контроля. Есть матричный свет фар, но полный кожаный пакет, полная кожаная отделка салона. Слушай, а смотри, вот это вот, когда здесь, это пластик, да? Это база? Это база. А вот это вот черный, это доп? Это есть, вот в данном случае, это S-Line. Наружный S-Line автомобиля, который включает в себя другой бампер. Он совершенно другой, вот здесь вот идти, посмотреть. Это наружный S-Line, и он другой. В автомобиле, который мы смотрели, база автомобиля, но включает в себя внешнюю черную отделку. Это у нас адаптивный круиз? Да, адаптивный круиз, матричный свет фар. а почему два кстати датчика каждый из датчиков имеет свою полосу работы сектор работы соответственно для расширения общего сектора если в некоторых моделях же 1 на данный момент в принципе у нас если взять там 8 там два датчика но они другие саш скажи там в перспективе будет возможность как-то их все-таки прятать чтобы не вот так вот не выглядели как непонятно что перспективе новое поколение идет уже с другими радарными сенсорами которые стоят в радиаторной решетке как у нас говорят из гугли что-то такое хорошо значит здесь внешне такая слайд пакет до внешний слайд пакет эксклюзивные диски 20 дизайна и соответственно полный в полная внутренняя отделка кожи и получаем сто две тысячи евро тоже как бы не сильно прыгать а по что же что же надо учитывать то какие наборы ассистента еще стоят в автомобиле может поняла да я пока только мне ведь какая самая дорогая машина вот красная наверно нет да красный автомобиль должен быть самым дорогим просто включает себя еще эксклюзивный цвет сколько за доплата за этот цвет в районе четыре с половиной тысячи зависимости три с половиной только за цвет до машина индивидуально красится только для вас только специально такой цвет который будет у вас слушая я бы сказал знаешь что он немножко отдает голубизной он вообще-то красный но плюс опять же как и в машине за 73 здесь внешний черный глянцевый пакет это решетка радиатора это рамки дверей плюс из отличий внешних у нас панорамная крыша большой панорамный люк матричные фары тоже адаптивный про почти 106 тысяч евро значит чего-то не хватает внутри ну и это с q7 почему слушай вообще у меня есть предположение что те кто берет с q7 наверное снимают эти шильдики если просто снять шильдик удастся ее замаскировать нет если сзади посмотреть на с q7 есть две вещи которые в любом случае сразу же безоговорочно карбоновые зеркала нет эта опция только выхлопная система сзади то есть вот по выхлопу мы определяем если 4 вместо 2 даже наверно если есть двух поточная система задняя совет я смотрю что все по-честному в форме вышла есть все по-честному на q7 самый трушный как говорится потому что честно говоря на с q5 вот эти вот имитация на как-то объективно мы движемся все-таки в этом направлении посмотрим что будет дальше но с другой стороны на некоторых брендах это уже давно-давно эти абсолютно нормально кстати этот лексус купа я недавно как обратил внимание самой самой последней мощь вот такая огромная накладка не вот такая вот дырка и торчит маленькая трубочка ну кстати есть уже такой международное название есть так называемых холодные трубы и горячие то здесь вот горячие трубы то что значит холодные трубы это когда есть накладка и труба выведена где-то вот в другом горячие это когда есть вот выхлопные трубы и с них идет скажи здесь спортивный выхлоп здесь стоит ну во первых специальная выхлопная система системы перепускных направляющих которые и сформируют и звук и соответственно дают больше выхода меньше сопротивления выходе сама сама система изготовлена из нержавейки в принципе обсуждалась в будущем выпуск титановой выхлопной системы а кто делает знаешь для них вот я сейчас не скажу затрудняюсь просто многие говорят о макропович и так далее тому подобное но серийная все-таки свои разработки же а скажи там есть клапана какие-то как вот базара обязательно 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 есть отсюда видны нет их не видно просто они стоят глубже глубже пневматической управляется заслонка которая позволяет либо проходить напрямую полностью выхлопу либо закрывать все по-честному абсолютно но добавляется немножечко нотки внутри звука естественно хрип от добавляется такого металлического не имею ввиду внутри через аудиосистема не через аудиосистемы немножко по-другому у нас реализована эта штука откроют дикий-дикий секрет основным динамиком внимание звуковых металлических вещей в спортивных автомобилях srs audi выступает лобовое стекло это большой динамик под которым стоит специальный актуатор и постоянно потихонечку двигает грубого стекло выступает а стекло выступает большой мембрана мембраны ничего себе я река ты как акуста электро может быть представляешь себя такая вещь впервые кстати была анонсирована на а1 в 2010 году по секрету ну были нюансы у нас 330 сильный 313 333 сильный дизель вообще был с динамиком выхлопной системе 21 диски такие пропеллеры шикарные и тормозной диск больше чем карбонокерамический диск в ланосе чем колесо я бы даже ну я думаю что даже стоимость его больше нежели стоимость ланос одного диска одного тормозного диска да но с другой стороны вещи спортивные вещи дорогие те кто активно пользуются тем более ну давайте так большой автомобиль мощный автомобиль его останавливать каким-то образом необходимо но он же легкий он же самый легкий в классе сколько здесь движок добавляет вес здесь добавляет двигатель веса стопу 70 килограмм то есть сумма сумме мы получаем около 2 тонны 200 с копейкой в зависимости от того что стоит салон саша ходячий энциклопедия обычный человек так ну да отличается цветом накладки ну и мелочами видел эти приколы когда в шкоде отклеивают логотип от крышки двигателя там фольксваген ну такие вещи можно там встретить в ноги бренды глобализации все-таки как не никак но принципиально здесь но принципиально во первых две электрических системы 12 вольт 48 вольт которые обслуживают и активные стабилизаторы и электрический турбокомпрессор две турбины в параллели стоят одна за другой механические классические и дополнительные ли таком а скажи а в обычных машинах 40 вольт на сети нету накусил не только один только 12 это уже в следующее поколение у нас по 8 будет полностью мягкий гибрид тоже а в чем идея вообще почему но хотя я догадываюсь почему почему дизельный именно двигатель west q7 почему нет альтернативы там бензинового 8 это пока а то есть работа ну а исторически так сложилось что вкусем бы и предыдущем поколении у нас был в 12 самый большой там 6 литровый двигатель дизельный устанавливаем легковой автомобиль и так и осталось принципе вкусем мы ставим самые большие дизельные двигатели которые у нас есть плюс есть с последними технологиями которые удалось докопать и слышал недавно громкое заявление что rs6 получит двигатель от урок от этого от уруса официальная не могу комментировать эту информацию ты посмеялся уже урус получает двигатель от audi а потом а потом он получает с него профит прошу война маркетологу мы здесь бессильны увы да так хорошо скажи пожалуйста еще за 73 тысячи евро у нас нету подруливающей задней оси нету активного стабилизатора нет активные стабилизаторы доступны только для с q7 то что требует 48 вольтовой системы это те же что в каене сейчас немножко другие потому что в каене там система решена в механизме безступенчатого здесь планетарный механизм если не передний задний передний задний совершенно верно если задняя подруливающая ось будет смежного типа как и на каене скажи а подруливающая ось вообще пользуется у нас популярность очень особенно это касается с q7 ну давай ее не трогать вообще у клиентов которые активно пользуют автомобиль в городе особенно одна из он топ опции принципе она недорогая 1400 евро но фактически автомобиль по управляемости получается как у 2 просто вмешно по маневренности вчера верно но не зато меня бы вот как покупателя все-таки смущала знаешь вопрос всегда надежности что-то новое она дали она мне настолько насколько там какой-то риск и с тем что еще новая технология хотя уже сколько три года три года технология которая скрыта за закрытой и спрятана тут почему бы нет электро электро уже тяжело привыкнуть к интерьеру q7 я вот редко внутрь сажусь каждый раз ловлю себя на мысли что я сижу в седане или в каком-то универсале это чувствуется скорее всего паш по высоте по что автомобиль вот в данном случае он чуть ниже одноклассников не в этом плане все нормально я я не за избыточное пространство над головой вот здесь она есть мне больше не надо я не за то чтобы машина торчала вверх я вот за панели которые опускаются как будто бы так хотят надавить на колени знаешь но визуально но с другой стороны воздуха в салоне много обзорность очень неплохая да и идея была сделать автомобиль в отличие от предыдущего поколения более легким и легковым восприятие да это да я бэнгент оловсен да здесь бэнгент оловсен да грибочки вылазит потому что на q7 пока еще есть три системы audi sound босс и бэнгент оловсен в будущих автомобилях у нас будет практически везде только бэнгент олсен разных вариаций как на 8 хорошо то есть внутри это карбон это логотипы с q7 что еще тут за 140 евро электролюка селить сидений с памятью сиденье спортивные с выдвижной передней подушечкой электронно-управляемый все мы доступны для обычной машины сиденье да сиденье доступные за 73 тысячи евро они те же они не полностью те же потому что они без памяти на том автомобиле но все-таки кто-то же может пользоваться здесь стоит полная навигация автомобиля бэнгент олсен таких очень есть в ски 7 того что не может быть принципиально в обычно в первую очередь техника в это активная стабилизаторы как опция это карбона керамические тормоза в том формате который есть на этот автомобиль это двигатель 48 до сотни естественно это вот как тот cls который у нас на тесте сейчас тоже ну так cls где-то заканчивается как раз вон за ярослава да так хорошо то есть а скажи она будет жестче если ее использовать как вот внутри она чуть жестче во первых у нее базовый клиент на 10 миллиметров ниже это первое и настройки амортизаторов чуть пожестче но это касается режима авто если речь идет по режиме комфорт он будет приблизительно смежно с режимом авто обычной кусте смотри у нас такие машины как и 63 мг до покупают люди ездить не быстро не спортсмены скажем так часто покупают для езды с водителем и потом начинается то что они терпят какой-то дискомфорт с этим связаны для того чтобы были шильдики это все что им нужно фактически от машины здесь есть как бы вот отягощающие какие-то факторы типа как дергающиеся более коробка настроена по-другому какой-то давящий на мозги выхлоп нет то есть все это отключается все это можно настроить под себя в тех вариациях которые есть сохранить в ключе куда перейти сюда к автомобилю открытию пользоваться тем автомобилем который нравится давай уже залезем внутрь в эту нашу q7 для народа будем народный вариант почем q7 для народа 73 тысячи евро слушай а ты вообще прикидывал за 70 за 67 машины нормальные вполне себе адекватный автомобиль вопрос всегда первый это пневмо наличие либо отсутствие пневмы и его сколько 3 лет а адекватную машину можно собрать вполне за 63 65 бы откажется с примеру от нем и я ставил ксенон на автомобиль ну то есть за 67 с пневмой вполне и смотри сейчас речь идет о складе автомобилей или о заказе тоже сейчас мы говорим о складе это все на складские автомобили их ну на утро по крайней мере складских автомобилей в разных вариациях было 124 можно даже зайти 24 то есть я думаю всем хватит желающим присядем так ну что внутренний с-лайн пакет это уже выглядит недешево ну во первых это сидение спортивное сразу же это перфорация илькантары и руля и рычага коробки передач а для некоторых это во-первых шильдик ну шильдик значит дорого значит уже так но на глаз знаешь уже наверно 1090 они 7 кому как на рояльный лак а и сушить нерояльный лак это летали здесь металлик покраски это в любом случае это дерево это не является рояльным лаком при том комбинация дерева и алюминия зачем они берут дерево как раз этого вот давайте так вы находитесь в салоне автомобиля вы в салоне должны контактировать может с больше натуральными вещами я не поверю что это дерево смотря на как пластмасса включить но это дерево но это вообще то есть со стороны audi это издевательство над живой природы но можно заказать карбон принципе нет я за дерево только которое видно и от которого получаешь не есть проблема в принципе комбинации деревья очень очень много мы пойдем там другие автомобили там есть безумно прекрасные деревья в виде дуба бафорта с алюминиевыми прожилками и так далее которые выполняются дико безумной технологии но в любом случае это не выглядит критично я имею ввиду что как бы преимуществ каких-то визуальных от того что здесь дерево я как бы суммарно не есть проблема заказать например немножко другие вставки немножко другом формате просто эта комбинация она включается в пакет внутренние слайны как бы идет с ним добавить алюминия тоже алюминия да тоже и в принципе вот эти вот вещи добавить другие не есть проблема это будет вставить 250 300 евро стоит так у нас уже есть два юсб входа которые могут подзаряжать и используют как носители и aux слушай кранчик вот у всех такое ли это здесь маленький это маленький экран вот эти вот да 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 совершенно верно экран сам размер формат рамки одинаково экран зависимости то вот в базовом оснащении такой как вариант навигации он будет больше наверно за счет черного фона в в меню да вот он не кажется каким-то слишком жлобским вполне адекватен и отображает самое интересное что количество точек pipi на квадратный сантиметр абсолютно одинаково независимо от размера самого экрана да но навигации здесь все равно нет навигации нету навигации это опция здесь нету 4 зонального климата здесь 2 зональный климат так драйв селект есть на драйв селект базовый притом для пневмон является обязательно просто позволяет регулировать отсюда поднимается шикарный руль с перфорация держится так как надо экран здесь по центру это базовая приборка и на автомобиле в принципе с 6 половину дюймовым экраном который не является более ну я вторая к нему привык я я честно я еще не люблю вот эти вот приборки полностью цифровые с этим накладки на педали это проник это это пакет внутренние славе у тебя не за собой также накладки на педали это все включится а у инклюзив раздельный климат дом зоны для для двух зон перейдю с про из левой справа кану сзади понятно здесь не сзади нет есть отдельная опция 4 зональный климат либо 3 зональный климат уже 2 дополнительный плюс можно заказать еще дополнительно и не за торка ну самая крутая штука здесь вот внутри это все-таки сидухи алькантара да при перспорации перфорированная алькантара что является в принципе очень эксклюзивным вариантом и только предлагается в пакете и слайны либо в скуси то есть тут практически кресло как с q7 фактически это базовое кресло с q7 то есть можно настраивать длину да можно настраивать длину вылет поколенной подушки и соответственно регулировать и сидение вперед-назад так и можно я так понял сжимать разжимать пока что нельзя нет сжимать разжимать это только плюсовые сиденья которые идут с интегрированной спинкой и подголовником а задние тогда тоже будут другие задние нет задние спортивные сиденья абсолютно идентичны везде кроме комфортных контурных сидений которые сзади тоже имеет другую форму я реклама здесь выглядит вообще не бедно и вариант вот так вот это как бы называется такой вариант максимальной достаточности опций которые есть в автомобиле я знаю что некоторые клиенты активно сейчас до заказу как видите по многим моделям адаптивный круиз все таки это очень-очень такая маст хэл опция роскошь уже это даже не роскошь это уже бы необходимость которая есть из тех вещей которые есть на этом автомобиле хороших для города к примеру есть так называемый пакет город который включает себя систему снижения за слепыми зонами систему отслеживания перекрестного трафика сзади плюс естественно систему сайд-ассист которая позволяет отслеживать что движется автомобиля на расстоянии до 300 метров стоят два доплеварских радара за бампером сзади и активненько работает постоянно работаешь она круто правление но сидение вообще бомбезно удобное то есть под наши с яриком ноги под два метра рост вот эта подушка спасает она бывает по-разному да выглядит но здесь именно так как надо а если отсюда выбросить с line пакетом сколько сэконом а если выбросить с line пакет и докинуть сюда пневмоподвеску мы сэкономим порядка где-то 2 500 евро а пневма здесь в пакете она идет с пакетами чуть-чуть дешевле то есть две с половиной тысяч евро за счет сидух сейчас посмотрим как выглядят простые сидухи с кожей но это не очень так раз наоборот более дорогие сидения по сравнению со спортивными сидениями да а есть простое сидений простых к сожалению думаю что не будет здесь потому что их очень не часто заказывают ну и вот результат той межклассовости о которой мы говорили нету регулировки подлиннее вперед-назад не двигается опция в данном случае вообще про место для ног а скажи если она двигается вперед-назад то она будет чуть больше на плюс плюс 10 сантиметров перед коленями еще но будет чуть меньше багажник соответственно но в ее же если он двигается можно будет принять естественно вернуть обращать хитрый зараза слушай могли же это кресло поставить дальше или они выбрали какой-то оптимальный вверх оптимальный баланс багажник оснащения и размещения в принципе средний человек среднего роста более чем удобно размещать плюсовые сидения вот эти задние отдельно идут это опция задние плюсов задние плюс в принципе недорогая опция в районе часа евро и но слушай если опять же если ездить сзади то это сильно решает это не колоночка да это это не в данном случае это заглушка просто и на автомобилях которые идут с боссы либо бэнгэндолсон там будет стоять и так но я хочу что хотел сказать что в рамках класса здесь очень много места здесь больше места чем в голове у меня на втором ряду сидений единственное конечно надеюсь и духе когда со стороны смотришь они кажутся очень плотными плоскими и когда садишься то они кажутся очень жесткими но ты знаешь опыт езды когда-то на мультиване с плоскими жесткими сидениями меня как бы заставляет верить что это хорошо потому что есть определенный нюанс что к примеру спинка самое сидение и подушка сидения состоит из нескольких частей боковины всегда более жесткие не позволяет немножко более держать тело вправо-влево а именно средняя часть которая формирует нагрузку на позвоночник как бы удобство основное она чуть более мягкая когда говорят пена с эффектом памяти ну как бы это специальные проставки которая формирует эту нагрузку помощью полут пружин расставать и так далее но я вообще хотел сказать что я на мультиване когда-то 14 часов проехал на вертикальных креслах таких не вертикали смысле плоских отлично себя чувствовал невероятно но когда ты садишься сюда как клиент тебе кажется сказать но это не с класс ребят в данном случае тут вопрос опять же ну не с класс понятно немножко другой класс автомобилей поэтому есть вариация чуть-чуть других сидений не ну вот мне очень интересно я в том плане что может быть если будешь долго ехать то ты ощути что все-таки здесь продумано под комфорт это форма это есть в любом случае просто то что я говорю и форма и набивка и формат сидений они рассчитываются во первых под разные телосложения под разный тип седоков это должна быть девушка это должен быть мужчина но в третьих само сиденье должно выдерживать дополнительно нагрузки к примеру установку детских сидений там разных форматов от базового уровня с изофикс до изофикс стоп тизер и так далее и тому подобное и этих вещей этих тестов этих манекенов которые из года в год меняются просто безумное количество саш ну раз тоже затронул тему как профессионал скажи чем отличается сидение для девушки от сидения для мужчин техническое но не должно отличаться ничем но должен подходить и мужчине вот формата павел как ты и девушки которые принципе действует есть на рецепшене у нас я думаю просто есть это девушка которая обтяживает какие-то и лишние формы может быть у нее сколиоз связи с этим вы нет именно в том то дело что самое скажу как челлендж да это сделать такую форму которая объективно одинаково удобно подходит для разных форматов это я еще не откидывал спинке на четыре положения на плюсовых сидений уже нет ну да так мы решили попросить алину чтобы она нам оценила посадку для девушек сзади алина можно попросить присесть какие-то особые ощущения есть не плоско тут не плоские спинку нет не сильно плоско ну а чего хотелось бы здесь допустим добавить еще холодильник смысл как в третий горы встретили есть холодильник саша на восьмой по восьмой есть холодильник она хорошо я принципе можно заказать и холодильник в рс 3 куда угодно ну вещь а мы тут обсуждаем спинки удобно девушка в машине нужен холодильник для просмотра фильм для пассажир можно в руках держать и отец на руках есть дополнительная опция подготовка под установку снова к задней планшет вот так ну вот сейчас мы узнаем еще кучу всего чего еще чего еще не хватает ну так хотелось ну так смотрим климат задний есть подогрев сиденье есть вентиляция ездишь можно быть вентиляция сзади даже есть так шикарно ну в общем женская машина или нет мне нравится мне больше прочитаю сборной байки какой сборной опять так там же сзади холодильника нет места нет спинка неудобно ну хорошо а если здесь то вы бы где ездили впереди или за или за руль вот вот мы дали оценку правильную девушки выбирают по 7 чтобы ездить за рулем да и с холодильником сзади и польша я там на втором если ездить сзади то с холодильником с шампанским и с панчетом все в принципе вопросов нет ну как знаешь как мы уже говорили в тесте по моему как раз в пятнадцатом году это единственная машина в этом классе да если считать как раз вот компакт туда к туарегу в которой вполне нормально ездить сзади с водителя ну то есть мы я не считаю глс потому что глс как будто бы следа да да ну тут же опять нюанс с q7 что изначально те автомобили которые идут в компании либо корпоративные парки часто берут директор у которых мы ездили тогда лечить ехать ездить сзади лично себе клиента дают предпочтение взять q7 все-таки находиться впереди хорошо давай сядем в машину которая по наряднее выглядит так а вот это у нас машина за 95 тысяч и внутри она выглядит ну как минимум я бы сказал веселее по моему ну во-первых да она будет поэтому поныряние в салоне здесь стоит специальный дизайн эксклюзив пакет шикарнейшее дерево вот это в коричневом кстати дерево беру с вкраплениями она не вкрапления вообще дерево производство такая предыстория производства этого дерева происходит этот перпендикулярный срез самого дерева то есть восемь слоев дерева шпона потом один слой другого дерева темного кедра шпона и так вот это все набирается и потом по срезу по торцу спиливается после склейки из поймала сэндвич до большой-большой гамбургер очень прикольные рыжие кресла по моему у нас когда на тесте именно такими креслами машина была там я чуть-чуть не такие кресла были но цвет такой же здесь другая кожа в отличие от спортивное сидение такой кожа варкона очень мягкая она не обрабатывается нервнички на по ее говорят на по да просто принцип тот сорт в чем суть самой кожи есть кожа термически обработана которая проходит вальцевание который плохо дышит есть кожа которая отбирается лоскуты кожи чтобы на них не было никаких там царапин ссадин и так далее и это кожа очень хорошо дышит но требует в себе определенного ухода плюс это естественно возможность комбинации с вентиляцией потому что данном случае синий метр вентиляции я сказал 95 есть здесь есть вентиляция здесь есть массаж сидений полностью пневматический массаж вот массаж не такой как вот эрго да в фольксвагене где там поясничка нет 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 здесь полностью набраны пневмо баллоны их доверсу в сумме только в спиной части 24 баллона 12 пар и они могут формировать до пяти разных программ с 3 разными разными вот эти кресла стоят дороже чем мы ставим естественно по что эти кресла более дарит сложно и у них больше настроек вариации они а что здесь больше по настройкам ну во первых возможность настроек боковин окрасить можно сжимать аналогично есть движение в подколенной подушки ну и соответственно систему от массажа система вентиляции спортивное сидение на алькантаре с вентиляции не могут да массаж неплох по ощущениям именно пневматический массаж он очень хорош по что есть там системы этом более дешевая там других представителей они механические там варики как ролики как в магазинах качается пневматический массаж более если сложная система но и более очень очень хорошая штука и у нас полностью этот как кокпит виртальный кокпит соответственно здесь же стоит полная навигация автомобиля плюс функция audi connect и google карты google точки по и и так далее и тому подобное плюс естественно влияние навигации еще на поведение автомобиля в случае движения то есть то что ты говорил да учитывает особенности маршрута экономит таким образом да но это в сочетании с адаптивным круизом здесь адаптивного круиза не экран такой же только без рамок он больше даст разрешение такой же но сам формат отображения там 83 дюйма диагональ и алькантара на потолке да это все будет в пакет плюс сюда входит и частичная кожаная отделка самой двери который включает себя нижнюю отделку кожи двери это натуральная кожа ну по-богатому выглядит но ты знаешь я бы не сказал что то выглядит дешево это выглядит сильно дорого то есть фактически в основном то что в глаза бросаются цвета а потом уже начинаешь трогать кожу обычно вся суть ауди это дело кроется в деталях суммарно если подойти к автомобилю в более простом оснащении и более дорогом автомобиле везде надо закрыть глаза и прогать чувствовать что к примеру да там кожаные отделки варианты кожи как это работает как это воспринимается будет абсолютно по-разному и соответственно разный настрой ну да сейчас еще заглянем сзади все таки это те кресла которые ты говорил дар совы и сзади это плюсовых и вот я сам за собой они чуть помягче они позволяют двигаться вперед назад мягче да ничего мягче спинку разложу еще но угол наклона тот же и но да видишь у меня здесь по ногам конечно чуть-чуть запас побольше будет но не то что прям совсем но хотя если ты говоришь там сколько 600 долларов да за то я думаю тут можно было бы не думая заказывать хотя я думаю что для тех кто будет со склада выбирать машину с этим будут проблемы да не все они будут такой опции ну где-то 50 на 50 опять же зависит тоже от пакета вот оснащение потому что там тот вариант все-таки мы говорим о том что это сидение спортивное до базовое сидение здесь это мультиконтурное сидение комфортные которые более дорогие более продвинутые по сравнению так но аудиосистема боус до раздельный климат сзади и все это за 95000 евро это плюс плюс 20 тысяч плюс наружные слайм в этом автомобиле в отличие от внутреннего там плюс здесь из таких очень весомых опций это четырехзональный климат-контроль системой ионизации слева и справа плюс действует навигация ну понятно что система боус так ну в общем это базовый звук для q7 и я бы ему поставил баллов 7 с половиной на самом деле он неплох но мне очень нравится то что здесь нельзя регулировать отдельно с эвуфер только высокие низкие частоты здесь 10 динамиков в шестиканальный усилитель и сад в общем то неплохо наверное чуть чуточку чуточку хуже чем у cayenne если сравнивать скажи пожалуйста если с гео с моим базовым сравнить ну наверное получше по правде говоря мне твой гли вообще не нравится если вот так вот мы покатаемся ну как бы неважно но зато здесь за 800 евро можно докупить более высокого класса акустику это будет боус там все будет я так понимаю по веселее поинтересней а за 6000 евро можно даже вот если раскошелитесь взять себе топовую систему бэнгендолоксом как в скисе и так перейдем к вашим вопросам которую вы успели набросать в инстаграме в youtube за то время пока мы снимали машину снаружи внутри напомню что если вам интересно принимать участие в наших обзорах непосредственно подписывайтесь на наш инстаграм фейсбук youtube ищите инфокартам и даже это есть в телеграме и так начнем с вопросов в ютьюбе а их тут у нас уже аж целых 55 когда новый кузов мы уже ответили да скорее всего подозреваем что в следующем году или нет рестайлинг это рестайлинг а новый ну ишь говорит сколько жизни модели обычно 8 лет давай пофантазируем это млб это млб его то есть ее хватит еще лет на 5 вообще-то запасы млб его рассчитан где-то на лет 20 форма очень-очень гибкая соответственно мы можем ждать серьезный рестайлинг а что может быть в рестайлинге как ты думаешь а давайте посмотрим ну просто интерес паспа угадывать угадывать можно очень долго но можно посмотреть на то что уже вышло реально на автомобилях то что выходит как бы в суб сегменте именно в плане функционала опции техники ну кое-что говорить сегодня уже по двигателям поэтому объективно ожидать возможно что-то такое вкусить хорошо все-таки бензиновый двигатель доступен для заказа правильно в конфигураторе для сумасшествие naught именно сейчас конфигуратор обновляется и недель 2 он не будут доступен на теории заказать бензиновый двигатель на данный момент еще бы кто какие видел преимушеством в бензиновом все таки для двигателя который был компрессорный 3 литровый принципе преимущество это чуть более высокая отзывчивость и другое звучание да все таки глобально для этого автомобиля дизель как по мне более но по деньгам там в два реально больше получается. Если учесть, что бензин дороже, расход в 1,5 раза. По расходам, да. Единственное, цена покупки базовая будет немножко ниже, потому что все-таки акциз на 3-литровые дизеля в стране чуть бы высокие. Но в складе их нет? В складе на сегодня на утро, с утра была на машину так точно. Да, ну то есть, а если сравнивать машину со склада дизельную и машину из заказа бензиновую, то все равно плюс-минус одинаковая с учетом скидки. Где-то да, где-то так. Да, то есть нет смысла смотреть. А почему все-таки пропали 2-литровые бензины с горизонта? Цена вопроса и спрос. Спрос все-таки был очень-очень мало. А цена вопроса, конечно, что не дешево было? Оно было в принципе абсолютно адекватно, но когда есть специальное предложение на другие двигатели, тогда нивелируется преимущество 2-литрового. А 2-литровый суммарно на бумаге, да, в принципе, неплохой двигатель, где-то подобный к 3-литровому, но клиент, который выбирает Q7 и большой автомобиль скептически относится до сих пор к этому. Формально, наверное, да? Формально, да, потому что этот же двигатель активно абсолютно адекватно в такой же конфигурации ездит на Q5, которая не сильно меньше. Что у нас с налогом на роскошь на Q7? Она попадает? В теории должна попадать. Не она попадает, а владелец на это попадает. Скажем так, это больше юриспруденция, которая на данный момент, это условие, которое есть в стране. То есть Q7 попадает? В теории должна попадать, но опять же, там речь идет о сумме. Но там же не только, есть же классификация, в которую попадают конкретные модели, то есть даже по двигателям могут отличаться. Могут быть, но Q7, насколько мне известно, она попадала в эту классификацию, потому что двигатель большой, форм-фактор большой, соответственно, нам были какие-то нюансы. 25 тысяч гривен в год, а вот вопрос, сколько лет, это уже надо покопаться? Один год, два года? Очень масса нюансов с каждым годом. Коэффициент удешевления автомобиля, там другой, соответственно, в зависимости от опции покупки автомобиля, на базе, например, на второй год, возможно, он перейдет в другой коэффициент, не будет попадать под налог на роскошь. Что у нас с ценой обслуживания? Ходят слухи, что одна из самых дорогих в классе машин по обслуживанию, по сервису? Ну, давайте так, объективно, машина не особо дорогая, даже по сравнению с предыдущим поколением, потому что масса вещей, которые перешли на это поколение, они стали попроще. Но, как минимум, нет мотора 4.2, в которой 10 литров? Ну, есть 4.0, но, с другой стороны, довольно-таки объемная ковробка восьмиступенчатая, которая потребует к себе внимания в плане замены масла к 80 тысячам глобальных вещей и расходов. Двигатель 3 литра, дизельный, который знаком всем, в принципе, немножко поменял структуру по фильтрам. Сумма стоимости ТО ориентировочно, в зависимости от дилера, от места расположения региона, от 7 тысяч гривен. А, так подожди, это ТО 15 тысяч, так? Да. По 15. И когда наступает первое более... Подожди, но это без фильтров. Это с учетом, естественно, масляного фильтра и фильтра салона. Даже так? Да, потому что, ну, мы рекомендуем... 7 тысяч на сегодняшний день, это чуть больше 200 долларов. Это вполне адекватные деньги. Не, ну так, да. Я просто слышал цифры 12 тысяч. 12 тысяч, естественно, еще раз повторюсь. Это уже 450 долларов. Да, 450 долларов будет уже следующее ТО, порядка 30 тысяч, которые включат в себя замену кассеты на воздушных фильтров, которые довольно-таки объемные. Опять же, в зависимости от рекомендации, от состояния и от региона, где используются. Ну и, соответственно, и ценник будет больше. Самое больное ТО, опять же, забегая на передный вопрос, обычно это район 90 тысяч, которые к этому моменту, возможно, уже потребуются какие-то влияния в тормозную систему. Это ценник тоже замены колодок. Возможно, диск в отстиле езды зависит. Ну и, соответственно, замена при необходимости масла в агрегатах. Тоже, но я на Volkswagen по 50 тысяч колодки, диски менял тормозные. Здесь дольше должно быть? Здесь, во-первых, автомобиль легче. Это первый факт. Второе, тормозной момент у автомобиля чуть выше за счет другой трансмиссии, других передачных чисел. Соответственно, и сама структура немножко другое. Поэтому, опять же, третий – это главный фактор нога водителя. Насколько она тяжелая. Насколько она тяжелая, насколько она большая. По твоему мнению, машина без пневмы сильно уступает по комфорту? По комфорту я бы не сказал, что она сильно значительно уступает в базовых настройках автомобиля с минематикой. Другой нюанс – это поведение автомобиля. Особенно это касается терок, особенно это касается таких плохих моментов дороги, когда все-таки пружинная подвеска имеет свою реакцию. Она чуть ниже, нежели у пневматической подвески. И это сказывается немножко на управляемости и, скажем так, на устойчивости. То есть система стабилизации будет срабатывать немножко ранее, осаживать водителя и пыл водителя. Соответственно, кому-то это может не нравиться. Но, как по мне, то объективно пневматическая подвеска на стоимости автомобиля не столь большая. Это меньше 10% стоимости автомобиля. Ее активно стоит брать. Скажи, пожалуйста, оффроуд-пакет. Есть такое понятие? Есть оффроуд-пакет, но на данный момент, насколько мне известно, он временно недоступен. Причина прохождения теста ВЛТП. Тест ВЛТП – это отдельная тема, очень большая, очень объемная. И это касается всех европейских и мировых производителей, которые подвержены. То есть пока без оффроуд-пакет? Пока он временно недоступен. Когда пройдут ВЛТП-тесты, этот пакет будет включен в оснащение, которое прошло ВЛТП-тесты, и его получат естественно. По шумоизоляции, то есть все машины здесь, которые мы видели, они с базовой шумоизоляцией. Есть пакет расширения? Вопрос не шумоизоляции, а вопрос стекол. Только стекол. Двойных стекол, совершенно верно. И автомобили с системой Bang & Olufsen. У них структура дверей иная. Потому что Bang & Olufsen идет так называемой системой привосекабинет, где каждый динамик, который устанавливается в дверях, имеет свою резонансную коробку. Соответственно, объем в двери воздуха меньше. И резонансные шумы меньше в этих автомобилях. Плюс, естественно, автомобиль, например, тот же SQ7, система активного звукового сопровождения, имеет так называемую active noise cancellation систему, которая настраивает через систему акустическую, немножко снижает фон за счет противофазы звучания в салоне. А где собирают сейчас SQ7? В Салате? В Салате. Возвращаясь к SQ7. Эта машина у нас стоила 165, сейчас по акции 140. Но ты не прикидывал, за сколько можно взять SQ7 для фаната? Вот хочу, 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 ничего лишнего. Это сколько получится? Вот тут тяжело, чтобы прикидывать. Я, наверное, не особо фанат SQ7, но все то, что есть. Вот, к примеру, в этом автомобиле, это не такой достаточный минимум. То есть особо это ниже 140? Я бы не опускался. Потому что объективно есть вещи, которые обеспечат фан-то драйв, удовольствие от езды. Но этот фан-то драйв должен кто-то все-таки ангелохранитель должен стоять сзади. Что моменты физику не обманешь. Поэтому ассистенты, они не дешевые, но они мастер, как по мне, в этом формате. Поднимают вопрос вторичного рынка. Но я тут отвечу на этот вопрос сам. Цены неадекватные абсолютно сейчас на вторичке на Q7. То есть для покупателя новой машины это, наверное, хорошая новость. Для покупателя БУ не очень. Я искал машины ниже 70 тысяч долларов. Легкое БУ я не мог найти. То есть пробегом до 30 тысяч машины стоили под 70 долларов. То есть в моем понимании это неадекватно. С учетом, там, за два года машина должна терять больше. Но опять же, если смотрите на новую машину, эта новость хорошая. Ну и, наверное, объективно добавить сюда, что Q7 в очень хорошем состоянии. На вторичном рынке купить то проблема зачастую. То есть не продают их, кажется? Ну, если бывают автомобили вторичного рынка, зачастую у дилеров всегда есть в наличии, возможно, клиентские автомобили, которые клиент меняет, либо переходит на автомобиль классом выше, они очень быстро убегают. Если же речь идет о рынке, ну, сегодня мы с утра там говорили о американцах, либо еще о чем-то, то там, конечно, это предложение может быть. Но стоит его рассматривать? Нет. Отказываться от гарантии на столь сложном автомобиле. Тоже вопрос. Но и оснащение и комбинации все-таки американских автомобилей, они специфические для американского рынка, они пакетные. У нас выбор намного больше для речи. А вот еще пишут, год назад, пишет Александр Иванек, видимо, год назад были машины по 62 тысячи евро. Была такая акция? Было предложение на автомобили, по-моему, предыдущего года, и там очень-очень их мало ограничено. То есть, шестнадцатый, да? Да, это был, по идее, шестнадцатый год. Предложение было на очень ограниченное количество автомобилей с двигателями Евро-5. Ну, то есть, все-таки это была тогда шара и успех для тех, кто успел, да? Да, потому что там машин было, ну, до полутора десятков. В прошлом году переходили на новый формат двигателей, они были, ну, соответственно, Евро-6, более мощные, а реализовывались двигатели формата Евро-5, которые менее мощные, но безмочевенные, опять же, нюанс. Ну, и, соответственно, комплектация автомобиля. Скажи, пожалуйста, по противоугонкам базовым встроенным, что там интересного? Противоугонная система есть с датчиками сканирования салона. Вопрос, к чему идет, будет ли доступна опция удаленного доступа в автомобиль через приложение. На данный момент, увы и ах, мы работаем над этим активно. Проблема состоит в том, что инфраструктура мобильных операторов не везде адекватно поддерживает так называемые виртуальные сим-карты. Есть такой формат технических оснащений автомобиля, которые устанавливаются в автомобиль, привязываются только к автомобилю. У нас у Киевстара, по-моему, есть такая штука. Только-только начинают запускаться с выходом LTE суммарным на рынке Украины. Но для этого еще надо подвязать кучу функций. К примеру, наверное, будет удивительно услышать, что так называемый 112 вызов, который должен быть переадресован во всех городах Украины на систему службы помощи, до недавнего, например, в Киеве вообще не работал. То есть просто набираешь 112, он молчит. А это одна из функций, которая заложена в этот функционал. Естественно, мы смотрим с заводом, возможно ли такое на поставку клиентам, если оно полнофункционально. К сожалению, это не является полуфункциональным доступом и пока на рынке недоступ. Скажи, а самая дорогая машина, которую ты встречал или слышал с трехлитровым мотором, я имею в виду, сколько стоила? Насколько можно ее вообще накомплектовать? В моей памяти это был ценник в районе, по-моему, 170 тысяч евро. Это касалось автомобиля с эксклюзивной отделкой в салоне. То есть это в основном просто материалы, да? Это материалы, это отделка, это комбинация, потому что реально салон автомобиля можно выбрать как вариант кожи отделки, так и строчки, так и вставки в салоне автомобиля. Это будет единственный автомобиль в мире, который будет владеть только этот клиент. Так, а теперь поговорим о конкурентах. И начнем с больного вопроса для многих, кто сейчас рассматривает эту машину. Это появление на горизонте такого автомобиля, как Q8. Чего ждать? Значит так, машины когда появятся вообще Q8? Вообще к концу месяца должны первые автомобили появиться уже на презентацию у дилера. Стоимость? Стоимость соглашена, если мне не изменяет память для дизельного автомобиля, это в районе 63 евро. Это база. Так, то есть где-то 75 будут уже машины приличные? Я думаю, что можно говорить уже более о адекватных ценах в сумме 85-90. То, что в принципе очень интересно. Как ты считаешь, это конкурент, она отъест кусок Q7? Если я скажу нет, это будет неправда, где-то что-то будет. Для тех клиентов, кому Q7 немножко избыточно в плане габаритов, возможно Q8 кого-то отхватит. То есть девушки пересядут, наверное, на Q8? Может быть, но не факт. В первую очередь это дизайн. Потому что в ходовых показателях, в ходовых характеристиках автомобиля с одинаковыми двигателями очень-очень близко. Как ты считаешь, самый адекватный конкурент, близкий по характеристикам, по смыслу, по философии? Я, наверное, вот сейчас вот копнул не в ту сторону, многие думают, но это Range Rover Sport. Интересно. Жесткий, резкий, агрессивный, дорогущий? Я бы не сказал, что он слишком жесткий, резкий, агрессивный и дорогущий. Но объективное оснащение, возможности комбинирования разных вещей и оснащение, которое есть по габаритам, очень смежное. Но если говорить о рынке сейчас, и вот в данном случае самым хорошим конкурентом, который появился, но еще не в Украине, это X5. Свежий, новый, обновленный X5. Ты имеешь в виду за счет того, что это стал 7 местный в полном смысле уже автомобиль? Скажем так, я бы не ориентировался все-таки на 7 мест, потому что, откровенно так, на любителя. В первую очередь это оснащение самого автомобиля, службы ассистентов, службы технических решений. Это автомобиль, который уже прошел в ЛТП-тесты и, в принципе, довольно-таки неплохо воспринимается на рынке в плане имиджа. А до этого X5 конкурировал тоже, да? Да, естественно, мы рассматриваем и GLE X5 как ключевые конкуренты этой модели. Именно в вариации дизелей 30D у BMW и, соответственно, 350 CDI у GLE. Но, опять же, на X5 не было доступно до недавнего ряд опций, которые доступны для Q7. К примеру, полностью пневматическая подвеска на Q7. Да, но X5 был сильно дешевле. Я бы сказал, разница составляла в смежных комплектациях в районе 8%, если выровнять автомобиль. Потому что мы зачастую… Ну, это в смежных, да? Да. Но порог был значительно ниже за счет демпинговых комплектаций. Порог ниже… За счет не демпинговых комплектаций, а ценник светился всегда ниже за счет маленьких двигателей. Два литра? Дизельных маленьких двигателей, совершенно верно. Все-таки… И монопривода. Ну, монопривод ушел уже потихоньку в небытие. И для тех, кто хотел, скажем так, монопривод BMW X5 – хороший продукт для тех, кто хочет просто X5. То есть новый X5 станет более близким конкурентом? Но мы пока не знаем цену. Цены на базовые модели BMW огласили… Мировые или украинские? Не так давно, по-моему, украинские, где-то неделю назад. И они очень-очень перекликаются с ценными базами именно на Q7. То есть подгоняли под Q7. Ну, я думаю, что объективно рынок – это нормальные условия работы, которые есть на рынке. И новый продукт для BMW – хороший продукт. Надо сравнивать чем-то хорошим на рынке. Range Rover Sport, он, в принципе, тоже ненамного дороже. Но нету вот таких вариантов, там, взять за 65, за 73, в Star где-то 85. Ну, здесь я бы говорил все-таки о восприятии продукта на рынке. Да, тут мы видим, что вариабельность Q7 довольно-таки большая. Можно взять автомобиль, там, 73, 105, 95. Абсолютно в разных вариатах оснащениях. Получать, ну, свой автомобиль для себя. В Range Rover, я думаю, такая же ситуация. Можно взять, там, и автомобиль попроще. Можно взять автомобиль и понапаковывать. Так, от Mercedes ты назвал GLE, но GLE отдельная тема по двум причинам. Во-первых, машина сильно компактней внутри. Он самый, ну, скажем так, на данный момент он самый компактный. Он меньше по длине только за Q7 на 22 см. Да, ну, и это ощущается в том числе за рулем. Небольшие сидения, вот, мне слегка там тесновато, если честно. Просто сидения-то, ну, какие-то базовые? Ну, вот даже я смотрел, даже в топовых сидениях все равно не особо удлиняется сидушка сама. Ну, GLE один из самых старых игроков уже на рынке. И мы, давайте так, будем смотреть уже и сравнивать с автомобилем, который должен появиться к концу года. Да, но мы пока что еще не догадываемся, якобы, что это будет. Хотя уже подсмотрели шпионские фотографии. Я думаю, что, ну, если посмотреть там немецкую прессу, европейскую прессу, все давным-давно шумят, уже объективно обсуждают даже функционалы и опции, которые есть в этих автомобилях. Да, потому что, ну, на текущей сейчас, конечно, цена очень интересная. Это есть, и, ну, я думаю, что вот это ценовое предложение, не думаю, оно так и есть, что разрабатывалось с целью все-таки конкурировать немного с автомобилями, которые есть. Да, но, опять же, у Мерседеса интересно, можно в конкуренты Q7 отнести к GLS. Вот в том-то дело, вот казус того, что межклассность автомобиля позволяет в зависимости от оснащения, в узком-то вариации выбора, либо выбирать автомобиль, конкурируя с GLE, либо паковать автомобиль, смотря на GLS. Играет около 100 тысяч евро. 95-105, вот такая вилка где-то. Плюсом его является то, что важно часто для клиента, клиент не переживает, покупая машину за 100 тысяч, что рядом кто-то будет ехать на машине такой же внешне, но за 60. Но, тем не менее, вот мы только что сидели в машине за 95, такая же цена, как в GLS, и, действительно, они сопоставимы по ощущениям в салоне, по классу, по имиджу, по статусу и по размерам в том числе. Единственное, что по управляемости, конечно, Q7 выигрывает у GLS, который построен как бы уже на, скажем, вчерашней платформе, будем так говорить. Да, он статусный, он как-то так массивнее, плавнее, может быть, едет, но не так приятно рулится. Вот, хотя многие на это внимание не обращают, а смотрят просто на внешность двух машин. И в этом плане, как бы, в каких-то комплектациях они конкурируют. Я, наверное, процитирую автомобиль, одно из автомобильных классиков, говорит, в вашей стране что-то поменяется, когда будут более борзые антикоррупционные органы, когда надо будет спрятаться. Иногда автомобили, которые выглядят очень дорогие, но выглядят не столь дорого, ну, как недорого, не кричат о себе, что у меня большие деньги, миллион и так далее, и тому подобное. Иногда более интересно. Может быть. Так, Porsche Cayenne, 80 тысяч евро сейчас его цена, плохая комплектация, бензиновая, но опять же, да, больше расход, но как бы можно успокоить себя там потенциально лучшей надежностью мотора, как будто бы тот же концерн, форсунки, обслуживание. В том-то дело, что сравнивать на данный момент, да, вопрос Cayenne и Q7, да, будет актуальным с учетом предложения, 87 тысяч, если не изменяет память, бензиновой вариации, но сегодня мы смотрели автомобиль за 83, который, в принципе, даже чуть-чуть может быть богаче, за исключением навигации, по сравнению с Cayenne, и он больше, он практичнее. Да, и, в принципе, Cayenne ближе по философии Q8 будет. То есть машина эгоистов не наездны за рулем. Скажем так, больше фан-то-драйв, больше, скажем так, визуальной какой-то экспрессии, это касается там и GLE Coupe, и X6, ну Q8 будет таким, опять же, междоусобничком, потому что она больше GLE и GLE Coupe. Ну, больше семейный автомобиль. И она более практичный продукт. Volvo XC90. Вот это интересный вопрос, конкуренция Volvo XC90 и Q7, тем более, что автомобили появились на рынок в один год и там с разницей буквально в несколько месяцев, большие баталии, я помню, на форумах было что к чему, где и как. С одной стороны, Volvo все-таки не имеет технику налоги полного привода, который есть Q7, это постоянный полный привод по сравнению с приводом на Volvo, который у нас становится на Q5. На Q5? На Q5 это Q2, Q3, нет, не Q5. А на Q5 уже не муфта? Нет, на Q5 нету муфты Халдекс, в зависимости от двигателя может стоять либо Quattro Ultra, который не является муфтой Халдекс вообще априори, это механическая муфта, специально электромеханическая муфта, а это Q2, Q3. Это с одной стороны, с другой стороны, опять же, я не знаю, наверное, классически сложилось у нас в стране, что многие потребители смотрят на количество цилиндров двигателей. И объем, да. И объем, и это может быть решающим моментом, хотя в вопросе ряда опций, например, функциональных опций, систем ассистентов у XC90 очень хороший продукт. Ну и в принципе, вот знаешь как, по ощущениям, по цветам материалов, по ощущению от материалов и по цене очень-очень схожи машины. Вот за 73 тысячи мы недавно как раз смотрели точно также XC90, тоже он был достаточно приятный. Да, мотор двухлитровый, да, эта машина не идеал управляемости на сегодня. Но это хороший продукт по словам. Да, но продукт. Опять же, вопрос выбора автомобиля. Может мы с одной стороны сейчас приходим и смотрим на ценник, а с другой стороны есть вопрос смотреть на функционал в этом ценнике. Что позволяет дать этот ценник в плане функций, в плане возможностей. К примеру, каждый день ездил пробки, почему не задуматься все-таки о адаптивном круизе, который адекватно удерживает автомобили на трассе и затору. Ну, в принципе, по конкурентам у нас все. Если не считать, конечно, некоторые модели Lexus, которые рассматриваются покупателями, но по нашему мнению не являются прямыми конкурентами, потому что это рамный GX, либо это более компактный RX, который, опять же, будет бодаться с Q8, я так понимаю, по цене в том числе. Будем резюмировать. Итак, мы приходили с вопросом, можно ли спокойно покупать машину за 73, не развод ли это какой-то. Опять же, что характерно для последних сюжетов, мы в очередной раз подтверждаем нет. Это не развод, это просто специфика сегодняшнего рынка, конкурентного рынка, который вынуждает опускаться до минимума всех игроков. И за 73 тысячи именно в случае с Q7 мы получаем очень даже неплохо напакованную машину. Это пневма, это дотяжки дверей, это S-Line пакет, то есть даже много всего лишнего. То есть, фактически, мы можем говорить о том, что на сегодня нестыдную Q7 можно взять где-то за 67. Хотя, опять же, если сравнивать с наиболее демпингующими конкурентами, то это как бы не сильно дешево. Хотя, с другой стороны, если еще вчера вы готовы были за, ну не вчера, но год-два года назад за Q7 отдавать 90, то почему бы практически ту же машину сейчас не взять за 77-80? И я понимаю почему, потому что, наверное, некоторые фантазеры, небожители из вас все еще ждут дизельгейта, но я так понимаю, что его уже в случае с Q7 не будет. А вот Q5 еще очень может быть. Новая Q5 однозначно нет, а старая уже к новому лету очень-очень давно. Все уже физически не существует. А Q7, объективно, почему ждут все дизельгейты, потому что считают, что это объемный продукт в плане продаж, но он объемный у нас, но не в Европе, например, и в других странах. Еще одним преимуществом является то, что мы не ждем в ближайшее время нового кузова. Когда будет рестайлинг, пока что неизвестно, насколько он будет ярким внешне. То есть, покупая сегодня Q7, не стоит переживать, что завтра вы будете ездить уже на прошлом поколении. На этом у нас все. Александру уже второй раз говорим спасибо. Спасибо, Павел. Спасибо за подробнейшую информацию. И надеемся, что этот обзор станет очередной энциклопедией в брендбуке Audi на YouTube. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok